И наша любимая рубрика картошка. Готовим интересные, необычные картофельные блюда. Сейчас будет картофельная пицца с лесными грибами. И заметьте, никакого теста, никакого хлеба. Основание пиццы будет из картошки. Так, вот у меня картофан. Грибочки насобирала наша Марина. Марин, иди-ка сюда. Расскажи-ка нам про грибочки. Давай, где собирала? В каком? Во Всеволожске. Во Всеволожске. Это Ленинградская область, да? Под Санкт-Петербургом. И привезла в Москву, понимаете, поездом утренним. Это белый гриб. Ну, это мы знаем, Марин, я тоже по лесам ходил. Слушай, скажи мне, вот я разбираюсь, я вижу белый гриб, подберезовик, да? Или подосиновик, вот, красноголовик его еще называют, знаешь, да? Ну, у меня в деревне так бабушка. Это лисички. Вот в опятах я не особо шарю. Это реально опята? Ну, я на самом деле тоже иногда сомневаюсь. А, то есть это под вопросом, да? Опята, либо поганки, да? Ну, я прям не вот, чтобы прям супер знаю, какой гриб из них похожий, да? Но если я сомневаюсь, я не беру. Не берешь? Ну, вот это что думаешь? Это опенок. Опята? Сто процентов? Вот это тоже? Да. Будем использовать? Да. Все, Маринка, спасибо. Я твой урожай лесной возьму и приготовлю супер рецептик. Спасибо. И сейчас я приготовлю пиццу с грибами. Обалдетьте, сто процентов. Для начала, значит, мне нужно приготовить основу для пиццы. Мы же все-таки пиццу готовим. Это будет картофельная основа. Значит, картошку нарезаем тоненькими слайсиками. Вот такими. Не надо прям, чтобы совсем они прозрачные были, как чипсы. Ну и слишком толстые нельзя делать. Теперь нарезанный картофель отправляю в миску. Эту картошечку, ее нужно подсолить. Это обязательно. Картошка требует соли. Немножко свежемолотого перчика. Хоп. Затем обязательно чуть-чуть маслица растительного или оливкового, все равно. Немножко. Так как у нас пицца, можете оливковую взять. И добавляем туда одно куриное яйцо. Яйцо будет играть роль связки. То есть яйцо, оно как бы обмотает, обволочит, что это, обволокает, как угодно, картошку со всех сторон. Короче, яйцо будет играть роль стабилизатора. Цемента. Вдруг меня строители смотрят, скажут, что теперь нормально, наконец-то парень нормально объяснил. По-нашему все ясно. Так, берем руку и замешиваем. Вот так вот. Противень. На него выкладываем пергамент. Это будет первый слой. С пергаментом будет все стабильнее, понятнее, чтобы не прилипало. На пергамент наливаю небольшое количество маслица. Оп. Так. А теперь аккуратно выкладываем картошку. Внахлёст, одну на одну, выкладываем по всей площади нашего визуального круга для пиццы. Примерно вот так. Так, чтобы у вас точка соприкосновения картошки с другой картошкой была все-таки. Чтобы у вас яйцо потом во время запекания скрепляло эти слои. Красивенько. Смотрите, где-то тоньше слайсик, где-то толще. Ничего страшного. Тут все должно быть просто и без заморочек. Не надо делать идеальную геометрическую форму. Это пицца, друзья. Разложить, накидать, запечь. Главное, быстро и эффектно. А вкусно точно будет. Представляете, пицца из картофеля. Да? Вы скажете, Саш, ну где тут пицца как бы? А вот, смотрите, чем вам не пицца? Разве не похоже? Итальянцу покажи, скажи, что это пицца. Отлично. Основа наша готова. Теперь эту картошечку нужно запечь. Так, чтобы она стала мягкой, вкусной и яйцо скрепилось. Поэтому отправляем в духовку. Сразу предупрежу, разогревайте ее на максимум. Там должен быть серьезная температура, серьезный жар. Отправляем. Я думаю, минут, наверное, на 10, на 12. Через 10-12 минут все запечется, зафиксируется. А я пока займусь начинкой. Ведь мы все-таки пиццу делаем. Настал час наших лесных грибочков. Сначала их нужно почистить. Каждый гриб обрабатывается по-своему. Берем грибочек, срезаем вот это место, которым оно растет в земле. Понятно, да? А потом, например, вот у красноголовика, у меня еще бабушка учила. Или подосильник, его так называют. Вот таким вот образом срезается, счищается вот эта шкурка сверху, просто движением ножом. Вот так вот, раз. Можно головку отрезать, хопа. И вот так вот зачистить. Так, ножка, срезаем. Грибы вкусные, ароматные. В сезон это чистый вообще шик и блеск. Я был знаком с итальянским шеф-поваром. Он говорит, у нас белые грибы едят в сыром виде. Я такой, как в сыром виде? Он такой, белые грибы парчино бьян. Парчини бьянки называется по-итальянски. Он говорит, как карпаччо. Берут хороший сырой гриб, который не червивый. Потом, соответственно, тоненько его нарезает. Лимонный сок, оливковое маслице. Там полили, все. Там пармезанчика натерли, едят в сыром виде. Я говорю, да ладно, не может быть. Приехал один раз. Это был неплохой такой ресторанчик. Он говорит, можно карпаччо? Я говорю, да, у нас есть карпаччо. Сделали сырой белый гриб. Я ел, представляете, его разрезал с оливковым маслом. Тогда я был сильно удивлен. Опа, лисички сильно впитывают воду. Поэтому их нужно просто вот так вот, видите, замочили. Вот чуть-чуть. Чуть-чуть их пополоскали. Сейчас песочек быстро осядет и будет готово. Так, опятки. Отлично. Опяточки отрежу от них в попке. Оставлю их целиком. Также замочу. Да, на самом деле, смотрите, для этой пиццы можете использовать грибы абсолютно любые. Сейчас просто сезон, они есть. Я решил приготовить с ними, со свежими и крутыми. Зимой можете использовать замороженные. Можете использовать сушеные. Отварили, меленько нарезали, кинули также на пиццу, будет вкусно. Либо вообще взять вешенки, шампиньоны. Те грибы, которые есть в любом супермаркете зимой и летом. Короче, а у меня сезон. И я использую свежие. И это шик. Когда большое количество грибов, их обрабатывают. Кто-то их режет, отваривает, потом достает их там, жарит. Кто-то просто отваривает, еще что-то. Я вам покажу классный способ, как подготовить. Смотрите, грибов у меня немного. Нарезаю вот такими вот крупными кусочками. Все, еще очень важно долго грибы в воде не держать. Это я, видите, быстренько их помыл, ополоснул. Крупную лисичку рву. Вот такую оставляю целиком. А пятки оставляю целиком. Вот так вот, чтобы красивее было. Лишнюю воду сливаю. Оп. Ай, красота, грибочки. Ах, сезонные, круто так пахнут. Обожаю грибы с детства. У меня прям какая-то к ним ненормальная любовь. Лучок. С лучком обязательно. С грибами отлично сочетается. Сковородка, хороший нагрев, масло и забрасываем лучок. Когда ходишь, грибы собираешь. Не бывает плохого настроения. Ходишь и кайфуешь всегда. Потому что раз грибок, там грибок. Все почему? Потому что твой мозг занят поиском грибов. Тебе некогда ни о чем плохом думать. Ты ходишь и выискиваешь. А пойду ли я туда? А если там? А вот там вот явно не протоптано. А вот там под деревцем мокренько. Там наверняка грибочек растет. Проберешься весь в паутине. Тут паук ползет. Тут еще что-то. Раз, а грибов нету. И вот так ходишь, короче, занимаешься с утра до вечера. Зато потом раз грибочки нашел и кайфуешь. Потом еще один, потом еще один. Где один, там и второй растет. Ведь кайф, согласитесь. Когда лучок обжарили до золотистого цвета, вот так вот нагрев должен быть максимальный. Потому что грибы, они же впитали в себя. И содержат большое количество влаги. Когда кидаем грибы, они сразу начинают выделять влагу. И грибы не жарятся, а сразу начинают тушиться. Так вот, все-таки грибы надо поготовить. Поэтому надо сначала дождаться, пока они отдадут воду. Потом они в этой воде поварятся. А потом дождаться, пока эта вода испарится полностью. И грибочки поджарятся. Вот при такой быстрой технологии можете быть уверены, что грибы будут готовы 100%. Вот. Вау, смотри, что происходит. Вот прямо с лучком. Обжариваем. Сейчас они еще жарятся. Но прямо сейчас начнут вариться. Влага выйдет. Подсаливать не надо попозже. Иначе совсем лужа будет. Есть одна такая травка. Называется тимьян. Вот она. Тимьян. На мой взгляд, да и не только на мой, многие так считают, что она идеально сочетается с грибами. Давно, кстати, я ее не использовал. Смотрите, есть веточка, а есть листики. Если вот так вот вниз, оп, листики остаются. Кидаем их грибы, а веточка остается в руке. Оп. Немножко тимьяна. Он, кстати, в сушеном виде продается. Еще иногда его называют чабрец. Поэтому чуть-чуть добавьте. Нет свежего, добавьте сушеный. Когда лишняя влага вышла, знаете, можно подсолить грибочки. Оп. И поперчить слегка. Пора проверить картофельную основу. Оп. Картошечка запеклась. Красивая, пергаменту не прилипла. Вот она. Видите, легко отходит. Наша основа готова. Осталось выложить на нее сверху ингредиенты оставшиеся. И будет супер картофельная пицца. Так, ну вот у нас картошка, а вот жареные грибы. Казалось бы, картошка с жареными грибами. Но на этом мы не останавливаемся. Мы делаем пиццу. Красиво, стильно и круто. И первый ингредиент, который с картошки, с грибами, самый популярный. Ну, я думаю, вы догадались. Это сметанка. Сметанка будет играть роль соуса. Ведь любую пиццу, тесто сначала намазывают соусом, потом выкладывают продукты. Вот. Часто используют томатный соус. Но в нашем случае с грибами томаты, они вообще не сочетаются. Вообще два самых несочетаемых продукта. Поэтому мы делаем пицца бьянка, что переводится как белая пицца. Соус сметанка. Выкладываем. Много не надо. Буквально вот так вот чуть-чуть. И промазываем. Пицца тоже должен быть баланс. Переборщите с начинкой, потеряется картошка или будет слишком мокро. Тут главное границы знать, друзья. Хоп. Все. Дальше. Немножко сыра моцарелла. Но здесь как бы без этого не обойтись. Можете взять сулугуни. Да и моцарелла, в общем-то, тоже доступная сейчас. Везде продается. Много ее не надо. Просто для того, чтобы тянулось и было вкусно. Хоп-хоп-хоп. Но моцарелла, у нее более такой нейтральный вкус, поэтому моцарелла никогда не перебивает начинку, а дает ей, наоборот, дополнительную такую свежесть и вкус. Поэтому чаще всего для пиццы используют моцареллу. Так, кладем кусочки моцареллы. А вот теперь грибочки. Смотрите, какие они у меня золотистые, ароматные, вкусные, с мучком. Просто невероятное. Просто открутим. Ммм, а запах-то какой. Дай попробую кусочек. Ммм, обожаю. Аккуратно выкладываю. И не надо закладывать полностью. Соблюдайте баланс, друзья. В балансе вся фишка. Картошечка, сметанка, грибочки. Дальше отправляем эту в духовку. Давай, красотулька! Скоро вернусь за тобой. Буквально 5 минут, моя лесная красавица. И я бегу к тебе. Ну что, класс? Да, класс! Все, достаем. Горяченькая пицца. Надо взять вот так вот. И просто прямо на этой бумаге подавать. Опа, на красивую досочку так ставлю. Все. И еще можно, знаете, как сделать? Чтобы совсем... Можно, знаете, даже такую пиццу в ресторане так подаешь. Приносишь ее гостям так перед столом. Все так, вау, что сейчас будет? Ты так берешь сыр твердый. И так сверху еще так красиво натираешь сырком. Он сразу начинает плавиться. Круто! Сам в шоке, честно говоря. Ну бомба! Ну посмотри сюда! Ну просто! Вообще, картошечка запеченная. Сырок, начиночка, аромат грибов, сметанка. Все это здесь. Хоп! Ну-ка. Ай, красота! Смотри, какой кусочек пиццы. Аромат стоит бесподобный. Картошечка, сметанка, кислинка. И потом так на грибы тебе. Мощь, сила, любовь. Грибы, лес, Россия. Чтобы приготовить картофельную пиццу с грибами, возьмите лесные грибы, картофель, моцареллу, яйцо, лук, сметану, твердый сыр, тимьян и подсолнечное масло. Кусок картофельной пиццы 15 рублей.